МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить коротко о главном сегодня. Был пожар, и все сгорело. В песочне сегодня в полдень запылали складские помещения магазина «Апельсин». Телемост с иконописцем в режиме онлайн. Победитель регионального этапа конкурса «Канон» дал интервью нашей программе. Автор лучшей иконы отбывает срок в колонии. Все в сад. Рязанское начальство приняло участие в открытии отремонтированного детского сада. А теперь обо всем подробнее. Сегодня днем жители Дашково-Песочни с тревогой наблюдали густой черный дым, который мрачно заволакивал район. На место происшествия срочно выехала наша съемочная группа. Открывает программу репортаж Глеба Галушкина, снятый, что называется, с колес. По свидетельствам очевидцев, пожар на складе строительных материалов в Дашково-Песочне на улице Верхней начался около полудня. Прибывшие на место возгорания первые пожарные расчеты сразу присвоили ему повышенный класс опасности. Затруднение, по словам огнеборцев, вызвало большая загруженность склада, а также сильный ветер. Дым был виден далеко за пределами места происшествия. С огнем пожарным пришлось бороться более получаса. Однако за это время практически все стройматериалы сгорели. Сильно обуглился и металлический каркас. Впрочем, по словам спасателей, пожар не представлял опасности для жителей из-за отдаленности склада от соседних жилых домов. Площадь возгорания составила почти 300 квадратных метров. К другим темам. Комиссия Управления Федеральной службы исполнения наказаний по нашей области подвела итоги конкурса «Православные иконописи осужденных». Проект называется «Канон» и проводится он, разумеется, среди обитателей мест невеселых, где каждый мечтает о свободе, думает о своем месте в жизни, которое будет занимать отбыв срок. По результатам рязанского этапа лучшей признана икона преподобного Сергия Радонежского, написанная осужденным Игорем Нужиным в исправительной колонии номер 5. Сегодня с ним провела телемост Олеся Харлина. На такую работу требуется особое благословение. Икона выполнена в соответствии с православным каноном на дереве с поволокой и грунтом, минеральными красками, растертыми на яичной эмульсии и покрыта натуральной олифой. В предоставлении достаточно дорогих материалов большая заслуга местной церкви. Кстати, до этого в пятой колонии уже отбывал срок один умелец. Игорь Нужин стал практически его учеником. Тяга к рисованию была, оставалось поработать над техникой. Конечно, это довольно-таки сложный переход, потому что одно дело просто рисунок какой-нибудь, допустим, или картина, другое дело икона. Это более, наверное, духовная работа, к ней надо относиться по-другому. В колонию все попадают разными дорогами. Тут главное – суметь провести переоценку ценностей. Сам автор картины родом из Баку. В Рязанской области оказался в начале 90-х вместе с родителями. Осужденный Нужин, Игорь Вячеславович, отбывает срок с 2008 года, осужден судом. В нашем подразделении он находится с 2009 года, но осужден за тяжкую статью. Характеризуется положительно. Посещает библиотеку, учреждение, исповедует православие и посещает храм. А воспитательная роль, как вы считаете, какова? Все-таки для них, наверное, непросто. Одно дело просто – нарисовать что-то, второе дело – икона. Согласен, что просто картина и икона – это две разные вещи. Когда пишет человек икону, надежда, у него очищается душа. Дай бог, чтобы так оно и было. И из колонии можно выйти не просто бывшим осужденным, а еще и в первую очередь человеком. Еще один телемост, а если быть точным, видеоконференцию проводили руководители антинаркотического ведомства. Главным ведущим стал сам директор Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков Виктор Иванов. Ранее на августовской пресс-конференции глава антинаркотического ведомства Виктор Иванов сообщил, что в России полтора миллиона человек страдают зависимостью от наркотиков опийной группы. Миллион от героина. Еще 500 тысяч от ацетилированного опия, который делают из маковой соломы. Сейчас, после запрета продажи без рецепта КДН-содержащих препаратов, в нашу страну, как энергично выразился тогда Виктор Иванов, попер кокаин. Увеличились нелегальные поставки так называемого опийного продукта. Наркотики везут под видом безобидного пищевого мака. Количество изъятого в России продукта за последние годы говорит само за себя. 2008 год 81 тонна. 2009 43 тонны. 2010 48 тонн. 2011 44 тонна. 2012 227 тонн. За эти годы по факту контрабанды опиоидной маковой соломы и сопутствующих загрязнений было расследовано свыше 10 тысяч уголовных дел. Также сообщил Виктор Иванов, по итогам специальных рейдов ФСКН по 10 тысячам ночных заведений страны было выяснено, что до 70% клубной публики употребляют наркотики. Но не все так плохо, как может показаться. В последнее время количество наркозависимых в России понемногу снижается. В прошлом году таких бедолаг было 8,5 миллионов, в этом уже 8. Однако добавим, за счет чего произошло снижение, точно неизвестно. Может, потребители перебрались в реабилитационные центры, а возможно и в лучшие меры. Также Иванов сообщил, что в реабилитационных программах ежегодно будут задействованы более 150 тысяч граждан. Он высказал мнение, что это позволит на треть снизить распространение наркомании в стране. Ну, теперь к более жизнеутверждающим темам. Сегодня Высокое Рязанское начальство торжественно открывало в столице области новый детсад, рассказывает Глеб Галушкин. Недавно отремонтированный и достроенный 25-й детский сад в микрорайоне Дашково-Песочня посетил и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Здание до недавнего времени было заброшенным. В ходе реконструкции, начатое еще в прошлом году, его полностью отреставрировали и достроили третий этаж. Вместе с руководством города и работниками дошкольного заведения Олег Ковалев осмотрел кухню, медицинскую комнату, а также помещение одной из групп. Глава региона увиденным остался доволен. Было принято решение о том, чтобы его привести в порядок, настроить третий этаж и сделать детский сад. Ну, проект реализован. Пришлось, конечно, поработать и конструктором, потому что настройка третьего этажа требовала проверки устойчивости фундамента, усиление несущих конструкций. Все это сделано, получился хороший детский сад. Мы планируем еще в Дашках делать ДПР-7, в ДПР-7 еще один детский сад, и тогда проблема здесь закроется полностью с детскими дошкольными учреждениями. В целом по городу еще проблемы остается, хотя у нас уже практически почти в 20 субъектах местного самоуправления проблема с детскими дошкольными учреждениями решена. Я думаю, 2014 годом мы вообще снимем. Может быть, в городе останется проблема, точечная проблема. Где-то в каких-то районах будет именно, может быть, не хватать. Хотя в целом по балансу, по городу детских мест будет хватать. Далее Олег Ковалев отправился на стройплощадку будущего детского сада в пятый микрорайон Дашково-Песочни. Открытие его запланировано уже летом следующего года. Губернатор отметил, что родители малышей должны иметь возможность водить детей в близлежащие от своего дома детские сады. Также Олег Ковалев пообещал позаботиться и о развитии социальной инфраструктуры в новом микрорайоне. Надеемся, у малышней, которая будет обитать в этом и других детсадах, не будет таких проблем, которые довелось испытать жителям одного из домов по улице Интернациональной. Репортаж Оксаны Тебенихиной из цикла «Так и живем» в нашей программе. Ольга Почтарева вместе со своим трехлетним сыном совсем недавно вселились в эту квартиру. Свежий ремонт, бытовые хлопоты. За всем этим девушка не сразу заметила, что в квартире они с сынишкой не одни. Маленькие мерзкие клопы, мигрировавшие из соседних хором, всеми силами пытаются отвоевать новую территорию. Перед заселением вызвали специалиста с ДЕС-станции. Он пришел, обработал помещение, причем все помещения, вплоть до кухни и коридора. Три дня они заходили в квартиру. После того, как пришли помыть, переехать, перенести вещи, хлопы не исчезли, ходят группками. Я обратилась снова в ДЕС-станцию, объясняла ситуацию, что маленький ребенок проживает, трехлетний, клопы не исчезли, ловила ночью, снимала из себя и с ребенком. В ДЕС-станции сказали, что это нормально. Я говорю, вы понимаете, что кусает ребенка. И мне говорят, а что делать? Яд действует еще 20 дней. Регулярные ночные вылазки Ольги из-под одеяла с целью проверить постель на наличие шестиногих агрессоров уже порядком ей надоели. Но на повторную процедуру травли кровососов дезинфекционная станция не соглашается. Мол, платите снова, тогда приедем. Пока девушке только и остается, что писать жалобы в Роспотребнадзор и терпеть укусы протравленных насекомых. Да и не за себя вовсе Ольга беспокоится, а за маленького сынишку. Вряд ли такое соседство полезно для молодой семьи. На сегодня все. Всем хорошего вечера. Желаем, чтобы к вам приходили только долгожданные гости, а не такие, как в сюжете. Всего доброго. До встречи завтра в эфире программы телекомпании «Город. Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин